Привет ребята, меня зовут Леоксей. В этом видео я хотел бы сделать пояснение к моему последнему видео, где мы делали на улице опрос. Я сказал, что мне не важно, какого цвета тряпка, и очень многих это задело. Давайте просто логически подумаем. Что такое флаг? Флаг это кусок материала, который раскрашен в разные цвета. Каждая сторона там. Сама выбирает, какой у него будет флаг. Главное, чтобы он не совпадал с флагами других стран. Но по сути это кусок материала, раскрашенный в разные цвета. Например, сейчас на мне одет футболка, она сегодня раскрашена в желтый цвет. Завтра я одену другую футболку, она будет раскрашена в черный цвет. Что от этого в моей жизни изменится? Мы абсолютно ничего. Вообще, флаги и знамя, это, мне кажется, атрибут прошлого. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня такое ощущение. Дело в том, что помимо флагов стран, есть еще флаги всяких штатов, например. Потому что, например, в Соединенных Штатах Америки были соединенные государства. Вот у них тоже сейчас. Я вот буквально сколько лет живу в Нью-Йорке, недавно увидел нью-йорковский флаг. Ну как, я его видел, не придавал значения. То есть, если мне сейчас покажут три флага, я, наверное, флаг Нью-Йорка там с трудом смогу разобрать. Например, в Астрахани, я помню, там тоже свой флаг был какой-то идиотский. Там что-то какие-то эти всадники кого-то колют. В общем, сколько муниципальных образований, сколько каких округов, столько флаг. Флаг, 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 везде флаг. То есть, в каком-то смысле флаг нужен. Там, например, на воде, там, да, корабль идет, флаг. Ну, опять же, это атрибут прошлого, потому что сейчас коммуникации, там, например, даже между кораблями, идут не так, что там в бинокль смотрят, а вот это вот там под российским флагом плывет. Уже коммуникации идут на электронном уровне, и не важно, какого цвета там висит этот кусок материала. Вот мое такое ощущение. В Америке немножко другое ощущение по поводу американского флага. То есть, например, в школах, и в детских садах, и, я не знаю, в пионерских лагерях, и в любых других, кстати, учреждениях. Когда идет подъем флага, все замирают, все стоят, там какой-то гимн поет, никому нельзя идти. То есть, кто-то где-то идет, кто-то где-то едет, пока там флаг поднимают, все должны остановиться, там, руку приложить, это, смотреть. Американский флаг, да, у меня, я когда жил на старой квартире, у меня даже два американских флага висело. Ну, мне нравится раскраска, мне дизайн нравится американского флага, эти звездочки, все. Но американцы, может быть, и имеют право гордиться своим флагом, потому что на сегодняшний день Америка – это, ну, империя, которая управляет всем миром. А в таких странах, как Зимбабве, например, вот какой смысл для меня имеет знать, какой там флаг? Или там в стране, как под названием Украина, там, синий-желтый флаг. Ну, мне какая разница, какой он, там, синий или желтый, или в России, там, белый, синий, красный. Мне вот абсолютно не важно, какого цвета будет этот флаг, да. А потом, например, когда в Грузии была война, вот в 2007 году, там, когда там соседи, да, или там Абхазия, с чем они там воевали. Здесь все грузины все флаги понавытаскивали. То есть, когда человек начинает вытаскивать флаг вдруг ниоткуда, это говорит, что что-то в стране происходит не так. И вот к чему апеллируют? Ну, давайте хотя бы флаги развесим, будем вот всем показывать, что у нас вот такой флаг. А вот сейчас, а украинцы теперь то же самое делают, а многими бизнесами висит флаг. Я иду, мне так смешно смотреть, вот стоит здание, там идет какой-то украинский бизнес, висит украинский флаг. Что вы этим хотите сказать? К чему это надо? И опять же, у меня отношения, ну, кусок тряпки все. Вот я просто еще рассказать, например, каждой воинской части в России есть знамя. Там не флаг, там знамя, каждая часть. И знамя там охраняется, типа, если вот знамя нету, то все, часть расформировывают, как бы это не звучало глупо, да? То есть, кусок тряпки вынесли, и все, и больше все должны заборы сносить, военных распускать. Так вот, там у меня один чувак служил, он говорит, когда он уже заканчивал свою службу, там начальник части, командир какой-то тоже переходил в другую часть. То есть, ему принесли селедку, прям свеженаловленную, много, она скользкая, в чоку даст. И он ее прям, это знамя завернул и унес, короче. И все, и никто не знает, потому что если узнают, то часть придется расправить. Вот отношения, потому что я говорю, это кусок материала. Сейчас, в данный момент, это атрибут прошлого, я абсолютно, как бы, нейтрально отношусь. Кто хочет, вешает флаги, кто хочет, тот не вешает флаги. Я говорю, сколько муниципальных образований, сколько стран, сколько там всяких флотов, у всех свое отличие. Ну, пожалуйста, люди тоже отличаются. Вот я же говорю, у меня сегодня желтое, завтра черное, позавтра красное. Что это значит в моей жизни? Ничего. Также, когда я сказал над Крымом, ну, какая разница, там жили русские люди, да? Ну, и там и татары, и украинцы, ну, основная часть русские. Ну, вот висела желто-синим раскраска. Сейчас будет висеть там красно-синий-белый. Что изменится? Ничего. Поэтому такой, а кого очень сильно это оскорбляет, что лично для меня цвета на материале ничего не значит, и это, может быть, оскорбляет их страну, вы можете смело взяться за руки и пойти на три буквы. Ну, то есть, вот, ну, такой вот у меня, как бы, подход. И если вы считаете, что флаг меняет в вашей жизни многое, тогда завернитесь этим флагом и ходите в нем, там, спите, там, работайте, и в вашей жизни тогда сразу все станет лучше. И больше, собственно, мне сказать нечего, кроме того, как повторится, что флаги – это атрибут прошлого. Они, конечно, может быть, где-то нужны, но, мне кажется, вот, например, названия страны уже достаточно, и не надо никакой флаг. Ну, это такое вот мое мнение. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Продолжение следует... Продолжение следует...